Зелёная аптека Сейчас такая пора, когда очень стыдно болеть, потому что всё можно взять из рук целебной природы. Она очень щедрая, особенно летом. В июне, июле и даже в августе ещё цветут травы, те, которые приходят нам на помощь. Нет ни единой травы, ни единого цветка в природе, который бы не был целебен. О том, что растения обладают целебными свойствами, Наталья Земная узнала ещё в детстве. Подрастая в семье травников, она с детства наблюдала, как её родные собирают травы и по-разному, комбинируя их, используют для лечения болезней. Сегодня она известный во всём мире фитотерапевт, который всю свою жизнь посвятил изучению целебных свойств природы и оздоровлению людей. Нет у человека заболевания, которые бы нельзя было вылечить при помощи растительного сырья, то есть трав, цветов, листьев, деревьев, кустов. Сегодня в здравницах «Зелёная планета» Натальи Земной представлено более ста запатентованных природных фитокомпозиций. Все травы и ингредиенты сертифицированы в Украине и пользуются большой и заслуженной популярностью у всех тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких. Сегодня у меня на консультации одна женщина принесла мне ромашки и спрашивает, как же отличить, какая ромашка целебная, то есть какая лекарственная, а какая декоративная. Я её научила и хочу показать вам. Если вы берёте ромашечку, берёте её цветочек, возьмите её и разделите на две части. Вот так. Если вы в серединке увидите пустоту, там такой пузырёк пустой, это ромашка лекарственная. Если там плотность, значит это ромашка декоративная, она не лекарственная. Сегодня народной медицине доверяет всё больше людей. И по разным причинам они обращаются в фитоздравницу «Зелёная планета». Однако главная цель – это желание выздороветь, вернуть утраченное здоровье и радость жизни. Я хочу напомнить всем, что началась шелковица. Шелковица – это удивительное дерево. В Украине её очень любят. Я, например, варенье вкуснее, чем из шелковицы, не пробовала. Шелковица – самая вкусная в виде варенья. Но сейчас я очень всех прошу, чтобы собирали листья шелковицы. Насобирали листья шелковицы, насушили, и потом столовая ложка заваривается в стакане кипятка и даём детям для того, чтобы не было энтеробиоза, то есть не было остриц. В здравницах «Зелёная планета» не отказывают никому. Внимательно выслушают, найдут причину болезни или плохого самочувствия. Подберут соответствующие фитокомпозиции. Записаться на бесплатную консультацию к Наталье Земной можно по телефону 066-826-1056 или 098-091-8701. Здравница «Зелёная планета» Наталья Земной находится по адресу. Проспект Пушкина, 77. Сегодня, когда в таких столь тёплые или жаркие дни у нас стоят, нужно помнить об ещё одной очень серьёзной проблеме, которой занимаются врачи-дерматеринологи – это грибковая инфекция. Это очень распространённая инфекция. У нас нет точных статистических данных, но примерно 30% населения страдает тем или иным грибковым заболеванием. Очень распространены грибковые поражения ногтей, называется у нихомикозы. Но среди сельского населения поражаемость до 40%. В группе риска все, кто посещает общественные заведения, такие как бассейны, фитнес-клубы, то есть где после тренировки нужно принимать душ. То есть душ – это всегда опасность инфицирования. Ухудшается это всё летом, потому что, как говорят врачи, грибки любят влагу и тепло, то есть когда потеет человек, и когда тёплая погода, особенно в складках, создаются хорошие условия для развития грибковой инфекции. Очень хорошей питательной средой для грибковой инфекции являются наши украинские чернозёмы. Вот поэтому и поражаемость сельского населения достаточно высокая по этой причине. Сказать, что грибковые заболевания как-то сильно влияют на здоровье человека, нельзя, как правило. У большинства это малосимптомные проявления. Начинается безупокойство тогда, когда происходит такая экзематизация процесса. То есть грибки являются серьёзными аллергенами для кожи и фоном, на котором развиваются более серьёзные заболевания, такие как экзема. Есть прямо никотическая или грибковая экзема, которая доставляет немало неприятностей людям. Поэтому грибковые инфекции нужно профилактировать. И методы профилактики тоже известны. Это индивидуальная обувь на пляже, шлёпанцы обязательно в душевых, общественных банях. И кроме того, есть профилактические препараты, и даже есть кремы противогрибковые, которые можно использовать для профилактики после пребывания в зоне риска, то есть пляж, душ, бассейн и так далее. Черника – самая популярная и любимая ягода народов всего мира. В её честь организовывают множество фестивалей и устанавливают памятники в разных уголках планеты. Её полезные и целебные свойства известны всем, но мало кто знает, что все её ценные вещества в рекордном количестве содержатся непосредственно в косточках и кожуре ягоды. Однако в нашем организме нет ферментов, которые могли бы расщеплять и усваивать черничную косточку и кожуру. Мы усваиваем только мякоть, а значит, недополучаем столь важные для нашего организма вещества. Благодаря украинским учёным была изобретена уникальная технология, использование которой способствует извлечению абсолютно всех полезных веществ из косточки и кожуры в пасту. А в результате употребления пасты у нашего организма появилась возможность получать и усваивать все полезные свойства черники практически на 100%. В чёрнице очень много протопектина. Это прообраз пектина, который в шкирке. Если сделать нано-подрібнение, как мы делаем, то этот протопектин переходит в такой, как видите, суміш, оно как густе, совсем меньше. Это лякует шлунок, особенно маленьких дедушек. По-другому, я чувствую какую-то терпкость. В чём? Потому что кисточка сейчас даёт эту терпкость, потому что в середині кисточки у нас эбета-каротин и витамин Е. Главное, мабуть, это омега-3, альфа-леновая кислота. Это в первом свете. Мы добули её, не разделяючи чёрницу от кисточки, в одном процессе без кислорода. И эту технологию мы назвали аж TD-технология. Вона запатентована в многих странах света. В перекладе означает гидро-термодинамичная технология. Тобто тепла нема. И за рахунок этих процессов тертя, турбулентности и кавидации, тобто явища гидромеханики, мы эту пасту сделали целиком придатной для вживания целый рик. Черничная паста Ликбери рекомендована как профилактическая, так и восстанавливающая средства при заболеваниях органов зрения, опорно-двигательного аппарата, жудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, заболеваниях кожи и ряда других. Столь широкий спектр влияния черничной пасты обусловлен оздоравливающим воздействием на организм в целом. Однако особое значение этот продукт приобретает при сахарном диабете. Благодаря составу природных инсулинов она стойко понижает и стабилизирует уровень сахара в крови. Но не просто, она облегчает симптоматику осложнений. В моей семье диабет много лет. Тут моя мама болеет, были тенденции только на ухудшение, ну и как бы лекарство, и уже близился инсулин. После приема черничной пасты, я скажу, что не только изменилось качество жизни, то есть там от мотивации что-то делать или продолжать как-то бороться за жизнь, человек изменился полностью, то есть от самочувствия, от зрения, от распущенности шага, то есть он начал лучше двигаться, он начал себя лучше чувствовать. Поменялись показатели. Благодаря приему этой пасты нас не посадили на инсулин, мы даже сейчас отказываемся от компенсирующих препаратов. Черничную пасту Ликбери смело можно назвать лучшей альтернативой с синтетическим витамином. Помимо вышеперечисленных достоинств, она является мощным природным антиоксидантом, активизирующим иммунную систему. Кроме того, черничная паста Ликбери повышает защитные силы организма при вирусных инфекциях и гриппе. Подарите себе и своим близким подарок здоровья. Хотелось бы обратить внимание, с 1 по 31 июля при покупке 3 литров пасты плюс 1 литр в подарок. Спрашивайте продукцию Ликбери в аптеках и эко-магазинах города. Ликбери в аптеках и эко-магазине депрессию и укрепить нервную систему. Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все ее вредное воздействие. Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, которое особенно активно выделяется на солнце летом. И если герань находится на улице, то в жаркую, сухую погоду на закате солнца на дне легко заметить свечение. Листья герани не любят моль, мухи и прочие насекомые, что так актуально в теплое время года. Кроме того, это растение очищает воздух, уничтожает вредные бактерии. Герань можно использовать для лечения головных болей и простуды. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно минут 10 посидеть рядом с растением. Герань – одно из наиболее популярных растений, которые чаще всего использовали врачеватели для избавления от различных заболеваний. Она имеет антисептическое, обезболивающее, мочегонное, противоотечное, бактерицидное, антивирусные и другие полезные действия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова